всем привет дорогие друзья и гости нашего канала мы только что приехали домой делали покупки покупали продукты халил сейчас будет делать себе меномен в комментарии женщина писала что пожалуйста пошагово покажите как делается меномен сейчас халил покажет кому интересно оставайтесь с нами но хэллоу привет привет всем привет всем привет да привет и вон владусик сидит всем привет тюркиш геленексер куки традиционное блюдо меномен это турецкое традиционное блюдо и зима тасты он говорит что это очень легко делается и очень вкусно значит два яйца ну если вы вы едите больше яйца можно и 3 4 сколько хотите халил для себя делай два яйца перец соль а мы сейчас болеем сладой поэтому купили сегодня имбирь и мяту что мы еще купили влад мёд и корица влада сделал такой вот напиток нам но она сделала сильно ядреный это хотела вас один раз чтобы мы выпили вылечились уже но прям невозможно его пить поэтому я его на два раза разделила так что лечимся спасибо вам большое за советы за рецепты вы нам очень помогаете советуете мы обязательно все комментарии читаем огромное вам спасибо за беспокойство за то что вы переживаете за нас мы обязательно вылечимся у нас нет короны мы сдавали тест у нас короны нет просто вирус горло болит это мы ходили к врачу в ладу возили врач сказал что это ангина ничего страшно мы на мэн это яичница с помидорами с перцем зеленым с луком простое такое неплохое вкусное блюдо когда особо допустим вам лень готовить что-то да такое сложное то вы готовите мэн а мэн поели с хлебчиками и уже сытый он радуся видите насмехается надо мной такую обезьянку нашла говорит мама это ты очень хорошо очень похоже очень как ты себя чувствуешь лучше уже лучше нормально нормально вы еще не совсем нормально кашель есть а так уже горло не болит ребята вы пишете иногда мне значит в личные сообщения влада помоги с недвижимостью значит хотим на этапе строительства на этапе строительства прям вот на этапе катва вана агентство по недвижимости с которыми сотрудничаю не занимается как бы продаются готовые квартиры продаются как бы в недостроенных сет и но как бы уже то есть ты видишь то что ты покупаешь как бы до скотловано как по мне то это очень рискованно и это нужно прям знаете настолько доверять застройщику настолько чтобы застройщик был проверенным и действительно чтобы он не кинул потому что потом мне начинают поступать сообщения влада вот я сотрудничала с тем-то с тем-то агентством по недвижимости с тем-то с тем-то застройщиком заключили мы контракт он не выполняет свои обязательства с нашей стороны все выполнено внесены значит все вся оплата туда-сюда человека три наверно мне писали вот там пусть бог будет ему судя и так далее как нам решить эту проблему ребят я не буду ни за кого решать эти проблемы не буду никому помогать потому что я уже сколько раз оглашала свое мнение насчет этого то что не покупайте квартиры на этапе строительства это все замануха и например есть тут тоже застройщик один версия у него цены просто космос на этапе котлована у него даже цены дороже чем вот чем цена готовой квартире то есть как бы шкурка вычинке не стоит правда не понимаю если нет денег лучше не знаю подкопите я не знаю там одолжите и покупайте то что вы действительно видите вы зашли посмотрели квартиру она вам она вам понравилась не понравилась а так то что там нарисованы эти проекты да как бы я не знаю я бы особо не верила этому всему потом то с проектом проблема значит полностью проект сворачивают то не дали разрешение били 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 проект сворачивают то застройщик кидала и деньги собрал и свалил а вы остались без ничего поэтому как бы потом не надо потом не пишет владочка мы попали в такую беду что нам делать не знаю что вам ничего ну конечно же увидел квартиру все так вот строится котлован я бог его значит он будет что-то не будет это так конечно вы зашли вы посмотрели с ct допускай там не будет еще там озеленение не будет бассейна там не будет там генератора и так далее вы по крайней мере увидели квартиру и так как бы вы вы поняли с чем вы имеете дело то есть что вы получите после того как вы деньги свои отдадите а так когда ничего нет а просто есть проект ну как бы не знаю на 10 тысяч долларов будет меньше цена ну так займите не за подкопить не покупайте в конце концов тогда если у вас не недостаточно денег квартиру зачем вы так вы потом потеряете просто все вот не будет ни квартиры ни денег поэтому это чисто мое мнение там конечно как вы ходите так и поступайте но все все же затем было видео там где я начале видео сказала значит да назвала призыв к молитве и за нам вот вы пишете то что азан да правильно не за может быть там по-азебаржанский у вас правильно азан либо там в казахстане правильно а за но в турции называют призыв к молитве и за но не но не азан вот затем мы значит тоже уже не так часто но раньше вот не знаю прям напасть какая-то было пишут не мерсин амерсин амерсин все турки говорят местные турки мерсин вот все местные турки называют город мерсин 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 не мерсин не мезетли ом мезетли как они мезетли почему мезетли или говорят тэджи почему тэджи 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 итак ребятки вернемся к нашему мы на мэн амэн значит полукольцами нарезаем лук халил будет есть мы на мэн а мы будем есть жарко картошку с говядиной халил не хочет мясо а мы мясные нам только мяско нужно так лук надо немножко поджарить первым делом и кладем лук на сковородку нарезаем перец конечно желательно болгарский но халил режет перец он очень-очень ядреный затем к луку мы кладем перец и тоже это все пережариваем лук и перец теперь нужно с помидора снять кожицу и нарезаем кубиками помидор при желании можно мэн амэн делать фаршем мясным то есть сейчас вот на этом этапе когда поджаривается лук с перцем сюда ложится фарш и поджаривается все а затем кладем помидоры и будем пережаривать все вместе немного поджарился лук с перцем и мы кладем помидор и солим перцем вот так вот видите до такого вот состояния все поджарилось сейчас я буду класть яйцо всей поверхности сковороды вот так вот яйцо я полила распределила теперь пусть немножко поджарится теперь немножко так этого помешиваем наше блюдо вот и весь мэн амэн пару минут и готово кто не любит лук можно без лука кто любит с мясом можно делать это с мясом с фаршем поэтому как вам угодно так можете делать мы просто сделали с луком с перцем с помидорами такой традиционный мэн амэн турецкий и с яйцом али еще нарезал себе огурцы помидоры здесь йогурт вот мэн амэн ужасный перец ядреный и лимонадик сегодня вот такой вот ужин у него а еще хлеб я сейчас порежу хлеб вот такой вот ужин приятного ему аппетита а мы с вами прощаемся спасибо большое что были с нами увидимся следующих видео пока пока пока